Матфея 5.5 Действительно, в Евангелии от Матфея сказано «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И в нашем понимании кроткие – это те, которые противоположны любой агрессии и даже любому гневу. Так некоторым из нас кажется и представляется. Но что пишет блаженный Феофилакт в своих комментариях на этот текст? «Кроткие же – это не те, которые совершенно не гневаются, ибо таковые лишены разума». То есть душевнобольные. «Кроткие – это те, которые имеют гнев, но воздерживаются, гневаясь тогда, когда нужно». Конец цитаты. И действительно, в Священном Писании мы находим пример того, как Христос проявил гнев. Это Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. «И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, протяни руку твою, он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Здесь мы видим и гневный взгляд Христа, и решительные действия, как мы прочитали, «возрев на них с гневом». Мы все на Руси очень почитаем преподобного старца Серафима Саровского. Его в нашей традиции называются пасхальным старцем, потому что он весь год пребывал в пасхальном, радостном, благостном состоянии. И он приветствовал каждого человека словами «Христос воскресе», и каждого человека называл «боголюбие» или «радость моя». И чем более грешен был человек, тем больше любовью старец окружал этого человека своим вниманием и участием. Но известен случай, когда преподобный Серафим Саровский прогнал от себя одного человека. Вот вы сейчас видите эту картину. Преподобный старец Серафим Саровский прогоняет от себя масона. Декабриста, который приехал и ради любопытства решил навестить этого старца, побеседовать с ним. Увидев мятежный заговор в душе этого человека, преподобный отказался даже общаться с ним и с гневом прогнал его. Гнев – это состояние, которого мы не можем избежать даже по благочестию, когда наш гнев – это ревность о Доме Божьем, которая снедает нас. И мы помним, как Христос прогонял из храма торгующих и покупающих, опрокидывал столы миновщиков. В книге «Экклесиаста» сказано, это 3 глава, 7-8 стих, «Время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Действительно, всему свое время и каждой вещи свое место под солнцем. В книге «Деяния святых апостолов» 10.7 мы видим очень интересное свидетельство. Обычно люди считают, что самые агрессивные люди – это военные люди, и как бы благочестие с армейской службой никак не связано. Однако здесь, в книге «Деяния 10.7» мы находим такое свидетельство. «Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из слуг своих и благочестивого воина, из находящихся при нем». Мы видим, что среди близких людей к Корнилию был некий благочестивый воин. Оказывается, воинское занятие нисколько не препятствует благочестию, если человек контролирует свои чувства. Мы знаем из Евангелия от Луки и из других Евангелий, что к Иоанну Крестителю приходили воины, причем не просто воины, а наемники, для которых кровопролитие, убийство – это как бы их профессия, их бизнес. И мы читаем Евангелие от Луки 3.14. «Спрашивали его также воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». То есть это точно были наемники, которые служили за деньги. В Писании есть много свидетельств о том, когда люди, которые были профессиональными воинами, они при этом проявляли дух кротости и смирения. Например, царь и военный политический лидер еврейского народа – Давид, по имени Господи, царя Давида и всю кротость его. Он совмещал в себе и воинские обязанности, и кротость, насколько это у него получалось. Таким образом, не надо думать, что если какая-то гневливость находит на вас, то это уже как бы вы не причастны к евангельским заповедям блаженства. Осуждается гнев напрасно. Тот, кто гневается на брата своего, напрасно, сказано в Писании. А если гнев не напрасный, то такое может происходить. Но при всем при этом христианские воины понимали, что в какой бы войне они не принимали бы участие, это все равно осквернение. Оскверняет и само чувство гнева, даже не напрасного гнева, например, на войне. И особенно пролитие крови. И по правилу Василия Великого, мы знаем это, после военных действий человеку запрещали подходить к святым дарам от года до трех. Берегите себя от напрасного гнева, контролируйте мир своих чувств. И помните о том, что блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Не только эту, но и жизнь на небесах, и жизнь на новой земле, где будут обитать спасенные люди. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, и вам очень важно вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя.